Привет, это Road96 и мы продолжаем прохождение шестого эпизода, да-да-да, уже шестой эпизод. И я только сейчас обратил внимание на то, что 9 сентября 1996 года, 96 год, и дорога у нас тоже 96. Это случайность? Я так не думаю. В общем, мы уже половину игры прошли, и еще чуть-чуть, и мы доберемся до финала. Что ж, начинаем. Соня Санчо снова с нами, добро пожаловать на шоу Sony. 5 июля 1996 года. Из эксклюзивного пресс-релиза для новостей агентства стало известно, что недавно бригада напала на двух полицейских, привозивших заключенного. Бригада одолела полицейских, остановившихся за правицы, и освободила заключенного. Сегодня в студии офицер Грин, к счастью, выживший в этом жестоком нападении. Офицер Грин, расскажите нам, что случилось? Ну, мы с офицером Томпсоном заправлялись по пути к более охраняемому объекту, и тут на нас внезапно напал как минимум десяток бригадских. Ужасно. Это бригада, просто сборище жестких преступников. Мы можем чем-то помочь? Да, если кто-то что-то знает про тех, кто это сделал, или видел беглецов, пусть тут же звонят на горячую линию Сони, или в местные органы власти. Спасибо, офицер Грин. А теперь взглянем на результаты последних опросов избирателей. Так, 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 так. Да что ж такое-то, воздержалось очень много. За Флорес вообще никто не голосует. Ну вот. А насчет полицейского он нагнал. Там, по-моему, четыре нападавших было. Они немножечко преувеличили. Затрусили и убежали. И мы переходим к... А, подростки в розыске, конечно же, конечно же. Итак, выбираем. У нас тут три резюме разыскиваемых детей. Значит, 11 дней, как пропал ребенок, 6 дней, 8 дней по энергии. Давай, смотрим, 6, 7, 3, 17 долларов, 6 и 8. Так, ну давай, наверное, за вот этого чувачка. Энергии у него, конечно, мало. Но, думаю, наберемся. Наберемся, селешенник. 1611 километров до границы. Приличное такое расстояние. Надеюсь, что мы его преодолеем. Довольно-таки быстро и безопасно. Без, знаешь, таких жестких происшествий. Типа как, кто-нибудь нас ухакошит в дороге или еще что? Тысячи наших граждан, включая меня, считают, что закон необходимо изменить. Если народ Петрии желает, чтобы президент Тирак провел вечно, законодатели не имеют права вмешать. Вы абсолютно правы, господин министр. Если люди хотят именно этого, они должны получить желаемое. В конце концов, у нас в Петрии демократия. Все, они закончили болтать? Тачка у меня, конечно, огонь. Еще и с люком, ты посмотри. Обалдеть. Роскошно. Я слышу, что он у нас радио играет. Ну ладно. О, кассету надо забрать. Алекс on the road. Окей. Побибикать могу, да? Автомобиль производства Петриа Моторс. Сильному народу сильная машина. Там у нас еще пробег у нас, смотри какой. 312 тысяч пробега у нас. Быстро ехать могу. Давай откроем еще здесь. Какая-то записка есть. Документы на авто. О, зарегистрировано на Бартольмо Мью. Блин, как прочитать-то? Бартоломью Вандербильта. А еще музыка бесит. Что так громко-то играет? Сзади у нас ничего нету. О, выпить можно. Давай выпьем. Энергию пополним. Закрыть. Че, вроде бы все. Значит, поехали быстро. О, разгоняемся, разгоняемся, разгоняемся. Начим. Копы. Копы, черт подери. За нами, что ли? Ну да, походу. О. Здоровенько. Документы у меня есть, если че. Только там на взрослого чувака. Опустите окно. А есть какие-то другие варианты? Открыть. Опустите окно немедленно. Да ладно, ладно, отпускаю. Вы знаете, с какой скоростью ехали? Правая ПТС, пожалуйста. Конечно, мэм. Нет, не быстро. Быстро? Да ладно. Ваши глаза. Ого. То есть, пофлиртовать с ней могу? Ну давай. Эй, малыш. Меня сейчас вывернет. Прямо на тебя, между прочим. Хватит флиртовать. Ну ладно, ладно, ладно. Че? Я сейчас закрою. А есть дальнейший диалог? Да, вот тут. Как думаете, бригада террористы? Просим, просим. Ага, после 86-го года. Черт возьми, бригада еще какие преступники? Может, у них были причины? То, что они сделали, было плохо. Мм. Ну же. Не бывает причин убить сотни людей. Ваши права и ПТС. Минутку. Держите, мэм. Ладно. Барто, Молью, Вендербилль. Серьезно? Я побрился недавно. Не времени, детка. Терпеть не могу, Врунов. Минутку. Кажется, у тебя проблемы. Не, ну не. Ну, мэм. Ну подожди. Ну куда пошли? Алло. Центральная. У нас тут описано. Какого? Ага. Бригада. Думаю, что может меня выпилить. Тапок в пол, желторотик. Так вот, у меня новость. Кто по мне с первого раза промазал? Пусть не жалуется. Быстрее! Да я еду. Блин, на тачке, на скоростухе гоним. Ё-моё. Вот это да. Ой-ой-ой-ой. Сложная ситуация на дороге. На, отлично, пока держимся. То она нас за превышение остановила. А теперь мы несемся, как бешеные. Со скоростью 60 км в час. Я сосредоточен. Ой-ой-ой-ой. Мне даже гудят. Типа, что я подрезаю тут? Вот это шашечки. Нельзя дать им оторваться. Да я еду. Ого, какой камаз. Прикольно было бы, если бы я в нем влетел. Черт, вот эта ситуация. Нормально, пока едем. Ты там руками-то не маши так, а то вид мне загоражишь. Она держится? Ты за что там держишься? Ты куда руки высовываешь? Мадам. Черт. Погнали, быстрее. Да я вон тапок жму, как могу. У меня больше 60 не едет. У меня развалюха. Черт. Вот это поток. А че так плотно-то? Когда я один ехал, так нормально все было. Не было столько машин. Че, че, че? Срок службы авто. Пока ок. Пока держимся. Видимо, когда я буду попадать в ДТП, то срок будет уменьшаться. Вон они. Тормози мелочь. Опа-на. Нифига себе. Вот это мы влетели. А че за тачка? Я не видел. Стоп. Кто это такой там сидел? Вот это экшон. Извините. Это было круто. Ну, реально, это было круто. Не стоило тебя в это ввязывать. О чем я только думала? Тебе пора. Пока другие полицейские не подтянулись. Это шутка, да? Это провокация какая-то. Вали. Фигас 2. Вали, сейчас же. Да не хочу я. Ну, давай, пока. Она что-то тут мне оставила? Какие-то документы? Блин. Я хотел посмотреть, что там произошло вообще. Так интересно было. Эх. Взять. О, госпропуск, прикинь. Получена способность. Получите доступ к новым вариантам диалогов с полицией. Офигенно. Че, че? Топляк кончился. Да емое. Вечно у меня топливо кончается. Ехать к следующей локации. Ну, че? Бодренькое начало, я тебе хочу сказать. Мы на тачке проехали с тобой. Нифига себе. Прилично. Ого, ого, ого. Почти две пятые проехали маршрута. Это серьезно. Ключики бы где-нибудь найти от тачки. А че, так энергии-то много потратил я. Пешочком, что ли, прошелся? До фига. Где это мы? Че это за забегаловка? Тачка знакомая. Неужели я тут медведица? А медведица это была вот эта вот женщина-полицейская. А я медведя встречу. Будет прикольно. На его грузовик похоже. О, можно пошариться в мусорке. Давай посмотрим, что тут у нас. Нак-нак-нак-нак-нак-нак. Че, нифига не нашел? Флоры закрашивать я не буду. Все, ок. Про номера телефонов надо не забывать. Банковских карт у меня с собой нету. Баблишечки не снять. Зайти не могу. Потому что у меня нифига нет ни отмычки, ни ключа. Пошариться по тачкам, что ли? Здесь никак я вижу картонку, можно поспать. Сейчас могу? Нет. Хорошо, внутрь зайдем. Смотри-ка, там фейс-контроль. Охранник стоит. Здрасте. Ага. У Чака сейчас закрыто. Ремонт. У тебя лицо такое знакомое? Где я тебя видел? Не в новостях ли я тебя видел? Ты за копом еще... Хотел сказать, ты за копа еще играешь? Ну, это же персонаж, как он может играть за копа? Просто рожа знакомая. Так. Что мы тут имеем? Телефонная будка. Через парадный вход не пройти, закрыто. Ну, короче, пойдем, значит, болтать. О, тут еще тачка какая-то разобранная. О, теракт надо закрасить. Его закрасить. Разгромить. Вот это я понимаю. И здесь тоже его надо закрасить. Есть. Сейчас еще подойду вот к грузовику. Не, залезть туда тоже никак. Все, пойдем общаться тогда с этим усачом. Здесь тоже теракт, гляди-ка. Затрем ему портрет. Дружище, ну что, может ты меня пропустишь, а? Я слышу музыку внутри, а ты говоришь, что закрыто. Я просто хочу бургер. А вы тогда зачем здесь? Логично, давай спросим. Я, эм, менеджер проекта. Мне нужно в туалет. Смекалистый ответ. Позвольте предоставить моих маленьких помощников 10 долларов. Можно заказать на вынос? Ну ладно, давай скажем, мне нужен в туалет. Ты и тот тощий парень. Давай. Но только бейстра. Ты и тот тощий парень? Это Акомат. Акомат он? То есть больше никого не было? Ладно, заходим. Выиграл. Гони банкноты, Роберт. С меня хватит. Кто еще хочет посоревноваться? Не я. Медведь душу дьявол продал, чтобы в аэр-хоккей всех нагибать. Ребят, привет. Слабаки вы все. А ты как мелочь? Вы мне предлагаете сыграть в аэр-хоккей? Нифига себе, у них тут бабла. Смотри, немеря на количество. Ну, пожалуй, попробую. У нас тут новый претендент. Че я буду с ним? С медведем? Играем до трех очков. Поехали. Окей. Как двигать этим все... А, вот. Понял. Вперед могу. Вперед-назад. Опа. Лови. Ух, как полетел так фишечка. Еее. А сопля-то уделала тебя. Не, просто повезло. Посмотрим, на что ты годишься, волчонок. Ну, давай, давай, давай. Опа. Сейчас я тебя пробью еще разок. Я даже не буду касаться этой фишки. Не фишки. Еее. Я же сказал, я практически даже не коснулся. Ты, честно, не в олимпийской сборной. Отлично. Продолжаем. Давай еще. Как это? Это ж не фишка. Это... В хоккее как? Шайба? Это шайба. Пластиковая шайба. Байра хоккей. Ну-ка. Воу. Чуть сам себе не забил. Было близко. Давай. 3-0. Так и знал. Малявка победитель. Не нравится мне это. Совсем не нравится. Но твоя победа, мелочь. Все по-честному. Сколько день? 15 долларов. Нифига себе, я сейчас тут бабла подниму. Давай, круговую. Я плачу. Ты точно не в олимпийской сборной? Вы уже спрашивали. В молодости Джон был отличным братарем. Чуть-чуть не дотянул до национальной сборной. Думаю, это его до сих пор терзает. Меня много что задевает, Роберт. Я не вовремя? Да нет. Просто Джон никак не расстанется с прошлым. Чак, подай парню мученика. Поехали. Уверен, Роберт? Да, детка, считай, уже большая. Не так ли? Блин, они мне тут алкашку налили. Большая, определённая. Чё, выпить? Да ладно. Давай выпьем. Два здоровья. Чё-то у меня в животе урчит. Я вас видел в мотеле. Погодите, вы кто? Я разве тебя видел? Ну давай, я вас видел. Давай спрошу, кто? Меня зовут Роберт. Приятно познакомиться. Да, реально мило. Знаешь, думаю, тебя не просто так сюда принесло. Может тебе пора, малявка? Уже поздновато. Ой-ёй, в глазах уже всё накрывает меня. Ты в порядке? Выглядишь странновато. Кажется, меня... Кажется, меня... Блин, Чак! Что ты ему подлил? Вмученик это... Всё подлил. Позже. Нормально, меня накрыло. Чёрт! Одна единица выносливости. Это капец. Эй, проснись. Проснись. Чё надо? Где... Где это я? У Чак в подвале. Мы с Джоном тебя принесли. Ну же. Хочу тебе кое-что показать. Кое-что крупное. Крупное? Ммм. Keep out. А это что такое? Мыло, что ли, у тебя на столе? Хотя я не думаю, что это мыло. Ты чё, наркоман? Наркобарон какой-то? Добро пожаловать в тайное логово бригады. Да ладно! Деньги давай возьмём. Открыть сейф. Это что? Дверной ключ. Похоже на ключ от номера в мотеле. Ничего себе. А вот это что такое? Съесть еду. Ну давай, скамяч. О! Энергию восполнили. Больше здесь ничего? Вроде бы больше ничего. И ни с чем. Сдвинуть книгу. То есть ты прикинь, я зазнакомился с чуваком, который главарь бригады. Офигеть. Сейчас мы узнаем правду. Мы с Джоном были у границы в 86-м. Бригады существуют много лет. Ага, я понял. А это что такое? Награда. Звоните 96112, если что-то знаете о радиопредатчиках бригады. Передатчик – одно из наших крупнейших достижений. Полиция его ищет, но им его в жизни не загребастить. Сколько камер, сколько техники. А вот и радиопередатчики, наверное, вот это вот. Все. А тут что написано? У нас много подростков. Осведомители. Надеемся, что кто-то сможет перейти границу и помогать нам оттуда. Кстати, Алекс как раз-таки осведомитель. Алекс – это маленький хакер. Что тут написано? Надежда для Петри. Президентский выбор 96-го года. Голосуйте за перемены. Голосуйте за сенатора Флорес. Мы запланировали кое-что особенное ко дню выборов. Увидишь. Ты меня что, завербовать хочешь, что ли? Или что? А за дверью что? Идем, покажу. Что тут делает ребенок, Роберт? Опа, здорово, банда. Гетка-то политически грамотна. К тому же нам ведь нужно пополнение, не так ли? Круто. Я никому не скажу. Может, мне не следует тут быть? Да следует, круто же. Так и есть. Знаешь, если хочешь, можешь и бригаду вступить. Не вижу препятствий. Начнем с крупной новости. Благодаря Зое у нас есть разведданные, подтверждающие, что за баллом стоят теракты. Как мы подозревали? Я знал, что это его рук дело. Точно, мы в прошлой серии об этом догадывались. Ты как мы. В тот день мы пытались его убить, но он подорвал заряд на горе. Их каждый год подрывают, чтобы вызвать контролируемый исход лавины. Видимо, в 86-м слишком много рванули. Есть и другие крупные новости. У меня есть план минирования рекламного счета терака. Приманим ментов фальшивой трансляцией. А как приедут, бах, и взорвем бомбу. Не самая масштабная операция, но неплохое начало. И заставит всех задуматься. Добровольцы есть? Я вызываюсь. Серьезно, я могу вызваться на это дело? Ну слушай, раз терак все-таки это все заварил, и я топлю, чтобы как-то изменить мир, то я вызываюсь. Это здорово. Но думаю, тут нужны закаленные партизаны. Я готов, Роберт. Это не наш путь. Они отсылали детей в трудовой лагерь, Джон. Протестами этого не остановишь. И Флорес, хренас два, это прекратит. Роберт прав. Надо нападать. Немедленно. Алекс, наш маленький гений, поможет нам собрать устройство. Если все пройдет хорошо, мы сможем собрать ко дню выборов что-нибудь покрупнее и поразрушительнее. Детка выходит из игры, Роберт. Он не хочет участвовать в этом. Обойдемся без Алекса. Найдем кого-нибудь взамен. Я вам всем говорю. От насилия больше беды, чем пользы. Смешно, а? Почему? Смешно! Это же Джон с подружкой, в 86-м были за рулем грузовика, который должен был убить Терака. Я изменился, Роберт. Это точно. Вот что. Давай проголосуем. И все решим раз и навсегда. Должна ли бригада вести себя агрессивнее? Нет. Да. Да. Воздержусь. Нет. Нет. Да. Три против трех. Просим мелкотню, раз уж притащили. А, так вот зачем ты это дитё притащил. Чтобы оно голосовало по твоей указке. Невероятно. Что думаешь? Ну что, что выбираем? Вам надо напасть. Насилие не выход. Не буду я голосовать. На самом деле насилие это не выход. Сыкло ты, мелочь. Думал из тебя настоящий бригадир выйдет. Вы голосовали против насилия. И что? Ребят, сканер сработал. Полиция едет. Все знают, что делать. По машинам разъезжаемся спокойно. Не волнуйся. Тебя они точно никогда не заподозрят. Эй, ты. Сыграть хочешь? Можно на деньги, если не порочу. Да, но... На интерес может сыграть. Не хочу я, короче, играть с тобой. Иди. В пуканище. О, копы. Здрасте. Здрасте. Тут не на что смотреть, ребёнок. Чем могу помочь? Да, в принципе, ничем. Я сейчас тут быстренько осмотрюсь и свалю. Так, так, так. Здесь могу что-то открыть. Это тубзик. Тогда валим отсюда. Ну, короче, если бы я выбрал другой вариант. Ну, насильственный, да. Там с подрывами, со всеми делами. То меня же дало что-то интересное. Возможно, какой-нибудь экшен конкретный. Заказать что-то. Вот. А, нет, у меня три ячейки выносливости. Так что не буду ничего заказывать. Чего-чего здесь у нас ещё имеется. Кто-нибудь чивы, может, оставил? Дурнальчики какие-то. Газировочку тут не поднять. Оно, видимо, выпитое. Я думал, Алекс сидит, но нет. Давай, я сейчас у бармана спрошу кучу. Тоже протестуйте? Знаете что-нибудь о карьерах? GNN. Есть сеть Терака. Отрицает их существование. Но они есть. И детей там работы в гроб загоняют. Я знаю. То есть это всё-таки правда. Угу. Ну чё, пожалуй, я пойду. Товарищи полицейские. Можно я пройду? Как-то он не даёт мне выйти, прикинь. Загородил своим телом. А, он. Вот через вот это. То есть, что тогда выйду. Чё мне? Открыть. И выйти. У меня есть ключ от номера. Кстати, между прочим. Интересно, я смогу им воспользоваться. Где-то здесь двери были? Ну-ка. О, открыть. Ништяк. Здесь фрукты. А здесь не взломать и не открыть. Чёрт. Тут наверняка что-нибудь есть ещё. Не можешь, что тут только запертый сейф, который мне никак не поможет. Прикинь, походу, нифига-то нет. Зря только ключи спёр. Толку-то от них. Где бы мне отмычку-то... А, стоп. Переключить. Где бы мне отмычку-то достать, а? Без неё вообще как-то тухло. Ладно, понятно, что тут нифига мне не обломится. Нечего ловить. Бежим отсюда. Чё, вызовем такси, наверное. Потому что с выносливостью у нас беды. А, поспать же я хотел. Здесь можно поспать. Вот. Обязательно это сделаем. Кладём своё место и костяшечки на холодный пол. Где населенно картоночек. Споки-ноки. 7 июля 96-го года. Машины едут, гудят, мешают спать. Бодричком сутрица. Интересно, а менты ушли уже? Давай посмотрим. Ага. Свалили. Ну и хорошо. Можно вот взять газировочку? Нет, нельзя. Ладно, всё. Значит, я тогда на такси в прошлый раз ездил. Пешочком, что ли, прогуляться? Не. О, терак закрасили, смотри. Ну, правильно. Потому что тут бригада. Это их место. Вот это я закрасил. Да, закрасил. Тогда вызываем такси. Я же смогу вызвать. Или позвонить куда-то. Позвонить домой. Использовать и номер набрать 96-96-112. Так, звоним. Падея, это номер. Дежурная служба антибригады. Учтите, что передача ложной информации приведет к уголовному преследованию. И что? Я у них в логове. Нет, я не буду это делать. Учитывая то, что мы узнали про терака, я не буду палить логово бригады. Всё, тогда. Такси я точно не вызову. Автобусной остановки здесь нету. Поэтому. Хотя давай такси попробуем на всякий пожарный. И потом автостоп будем ловить. Пешком я не пойду точно. Давай такси. Рискнём. Позвонить домой, вызвать... А давай домой позвоним? Я этого не делал. Это за Флорес? Ага, точно за Флорес. Алло, отец? Ого. Дозвонился. Пап, это я. О, привет, Ричард. Меня Ричард зовут? Ричард? Да. Нет, это мило, но приходить не нужно. В смысле? Не-не-не-не-не-не. Я настаиваю. Не приходи, ладно? У нас всё в порядке. Это он. Не так ли? Дай мне трубку. Не останавливайся. Не останавливайся. Так, это что там происходит? Копы, что ли, к нему вломились дома или что? Вызвать такси. Я уже столько денег потратил, блин. Три доллара, по-прочему. Так что, давайте мне такси. Все машины в настоящее время на вызовах. Перезвоните в другой день. Будете добры. Будете добры. Не будете добры. Будьте добры. Да пошли вы в пень. Таксисты, блин. Я знаю, что у вас там один таксист. Это он психопат. Автостоп ловим. Плис, подвезите меня. Спасибо, спасибо. Микроавтобусик какой-то подъехал по звуку. 811 километров было. И мы проедем сейчас. Сколько мы проедем? Покажите, сколько мы проедем. Непонятно. Вот она, эта гора. А, не микроавтобус нифига. Какая-то крутая тачка нас подвозит. Снова этот чел с усами. Это же лимузин Сони. Добро пожаловать в мой шикарный лимузин. Прикольно. Давай выпьем. Офигенно. Вот у нее как внутри. Глянцевые журнальчики с ней. А есть что-нибудь еще? Вот на кого тот чувак-охранник-то был похож. На ее водителя. А я-то все думал, где же я увидел знакомое лицо. Спасибо, что подобрали. В лимузинах еще кататься не доводилось. Вы как-то далеко. А может поближе? Удивляешься? Чего это я тебе подвожу? Ну, типа, ага. Подвожу, потому что знаю твой секрет. Нифига себе, даже я не знаю свой секрет. Какой секрет? Что ты мой самый горячий поклонник. Не отрицай, лапуля. Да? А кто вы? Да ладно, давай мы с ней нормально хоть раз в жизни поболтаем. Я ее, конечно, не очень люблю, но немножечко по лицемерям. Пускай она поиграется в этом во всем. Да, у тебя разве что на лбу не написано. Расслабься. Устал, поди. Бродяжничать-то. Ну, вообще, да нормально все вроде. Слева от тебя пульт стандартного размера, видишь? Слева от тебя. Все, что нужно, можно получить, нажав на одну из его кнопок. Тоже стандартного размера. Давай. А, вот он пульт. Посмотреть. Что мы здесь имеем? Остановить, вверх. Вот эта кнопка вопросительного знака. Что это такое? Это, короче, переключение музыки, да? Остановить. Извини, детка, но в Соне нам лима музыка нон-стоп, как и тусня. А теперь возьми пульт стандартного размера с этой стороны и... Оу, круто. О, глянь-ка. Как это забавно. Это богачи называют панорамным люком. Давай, высунься то, да. Спасибо. Сейчас высунусь. Ю-ху. Это что такое было сейчас? Вот это поток ветра. Офигенно, да? Круто. Интересно, с какой скоростью мы едем? У меня, наверное, как у собаки. Щеки раздуваются и язык болтается. Ладно, все. Я сажусь. А то простыну. Ух ты, вот это вид. Ну да, ну да. Сделай доложение. Возьми одну из этих писем от фанатов. Там сзади. Не люблю их трогать. Там сзади? А, вот это вот. What your bag, Соня. Зачем ты вернулась, Соня? Типа, зачем вы вернулись? У кого-то зуб на Соню. Ну, типа, да. Еще и так написано. Знаешь, как будто журнальчиков повырезали буковки. Что в нем? Что вы лучшая? Что вам надо ходить с оглядкой? Ммм, давай скажем, что вы лучшая. Милая. Знаешь, что не милая? Получать угрозы. Мне жаль, что вам такое пишут. Часто вам угрожает? О боже, через день, да каждый день. Затем и держу Адама. Он и водитель, и охрана. Хотя и бесит меня. Ну, что поделать. Так. Выключить музыку, Соня? Да. Угрожать это неправильно. Зачем так делать? Знаю. Наверняка кто-то из этих неудачников из бригады. Или либерал Флорес. Но кто бы то ни был, ничего они не сделают. Надеюсь, вы правы. Поверь, это так. Соня? Ну что там, Адам? У нас тут приватная беседа с моим главным фанатом. Ты достал. Пора. Что пора? Начинать шоу Сони, конечно. Никогда его не пропуская. Давай, садись вон там. Тут можно присесть. Мы говорим, что это прямой эфир. Но на самом деле это было... Это было бы слишком сложно. На вопрос о том, опасается ли он политической конкуренции, в лице Флорес президент Тирак только усмехнулся. А теперь о разыскиваемых подростках. К сожалению, список вырос. И бла-бла-бла-бла-бла. Можешь спрашивать, что хочешь. Ты же в курсе? Я твой друг. Так что давай. О, да, разумеется. Что думаете про бригаду? Что думаете о протестах? Давай про бригаду спросим. Ты не можешь поспорить, что они убили сотни людей в 86-м. Блин, но я-то знаю, что это не так. При Флорес экстремизм вымрет. Они сражаются против несправедливой системы. Вы правы. Так и было. Даже не знаю, мне кажется, все справедливо. Погоди-ка, чувствуешь? Мы останавливаемся. Набери-ка мне Адама. Так, позвоните Адаму, вот давай. Позвоните Адаму. Да, Соня? Это не я звонила Адам. Ну тупой. Это был мой главный поклонник. Да, главный поклонник Сони. Мы останавливаемся? Подъезжаем к блокпосту. Похоже, очередной протест. Подумать только. Когда-то мы были такой солнечной, толерантной страной. Сколько протестующих-то. Все вышли на улицу. Похоже, на конец света и кучку зомбарей. Часто они так? Все чаще. Да, все это выборы. Это из-за них. У людей появилась эта, как ее надежда. Да. Ты отстой, Соня! GNN, Тирака, новости. Да, Соня точно не любит. Ну, она продажная. Она новости ведет. Что еще-то от нее ожидать? GNN, новостное агентство Тирака? Они думают, что моей станцией владеет и управляет государство. А что, разве не так? А это не так. Ну, не полностью так. Ну, то есть 50% точно. А вот и полиция. Вечер перестанет быть томным. Ого, куда она полезла? Тебе сейчас в шапку что-нибудь прилетит. Прочь с дороги, неудачники! Да-да, ты лузер, уходи! Эй! Вы, проваливайте все! Соня, пожалуйста, вернись в лимузин. Факушки им там показывают. Фигушки-факушки. Лучше б вам послушать Адама. О, ты-то своей Соня печешься, правда, Сахарок? О-оу! У них камни опять. Хорошо, что у тебя бронемашина, а то бы мне тоже досталось. Офигеть. Эти протесты ничего не изменят. Думаю, у них есть причины злиться, Соня. Говоришь, как член бригады, лапуля. О-оу! Полиция сжет! Где? Я не вижу. Че делать полиция? Я не вижу. А народу все больше и больше там. Мы не пострадаем? О, да. Мы, считай, в танке. Специально заказывала для таких вот случаев. Нифига себе, че там происходит вообще? Взрывы, огонь! Война, блин. Че-то страшно как-то тут. Вон у Адама там видно, че взрывается, кажется. Че, все больше не взрывается? Нифига себе, прям под капотом машина че-то взрывается. Протестующим стоит разойтись по домам. И вы называете себя репортером? Ты меня начинаешь подбешивать. Ты в моем лимузине запомни это. Ок-ок-ок. А вот и сопровождение, Соня. Блин, там кассета была. Наконец-то. Пока, лохи. Черт, там кассета лежала. Почему я раньше подушку не сдвинул? Во-во-во, взять. Взять. А, это... Ну, понятно. Я думал, видео-кассета, а это обычная кассета. Что ж, получилось. Не то, чтобы я сомневалась. Бодрит, а? Подожди, прежде чем продолжим диалог, я сейчас посмотрю, тут больше ничего... Ничего... О! Проверить кошелек. Посмотреть пот. Это же ее кошелек. Ее кошелек, давай посмотрим. Кредитка! Снимайте деньги в банкоматах. Офигеть! Мы стырили. Хенри Дентон. Генри. А кто такой Генри Дентон? Если того зовут Адам, ее зовут Сони. Хм. Ну ладно, допустим. Так. Посмотреть пот. 63%. Давай попробуем. Блин, провал. Надеюсь, Соня на нас не сильно разозлится. Да, очень бодрит. Шутите? Шучу, лапуля. Но не тогда, когда говорю тебе в имитации из моего лимузина. Думала, ты самый мой горячий поклонник? Вы же можете мне разрешить проехать подальше? Простите, пожалуйста, позвольте еще проехать с вами. Ладно. Я не хочу ехать с вами. Я хочу... Давай, скажем, простите, пожалуйста, позвольте еще проехать с вами. Адам! Высади этого неудачника. Ах ты. Коза. Да, Соня. Пока, детка. Да, пофиг. Надеюсь, больше не увидимся. Сказал я Соне. Ура! Хорошо, что я у нее кредит кустырил. Коза. Вечно вот всегда вот так вот заканчивается с ней. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. До границы еще чуть-чуть. Нифига себе, она меня подвезла-то прилично так. 139 километров осталось. Ну, тут фигня. Пешечком дойдем. Энергии, в принципе, у меня в достатке. Хотя уже нифига не в достатке. Две единицы осталось. А это означает, что нам пришло время передохнуть. Не забывай поставить свой лайк под этим видео и подписаться, если ты еще не подписан. А мы увидимся с тобой и услышимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok